Другим темам. Все больше и больше людей, независимо от возраста, выходят в интернет за информацией. Всемирная паутина спровоцировала настоящую революцию, позволив каждому высказываться по любому поводу и публиковать все, что угодно. А вот цели у всех разные. Например, наш случайный клик по ссылке вывел на статью, где Могилев называется «Лидером по заражению населения паразитами». Как проверить информацию и защитить себя от возможного обмана? Ответы искала творческая группа программы «Днями». Корреспондент Екатерина Городницкая и телеоператор Виталий Алексеенко. Не отреагировать на это громкое заявление в интернете мы не могли. И днями наша съемочная группа выехала в областной центр гигиены и эпидемиологии, дабы из первых уст услышать о паразитарной эпидемии, которая якобы накрыла Могилев. Хочу отметить, что в сравнении с прошлым годом отмечено снижение заболеваемости на 20%. А это встречает нас главный инфекционист области Ирина Степановна Бас. Ничего общего с Галаном Дамбиевичем Гунзиновым. А именно этого доктора в интернете на сайте представляют как главного паразитолога региона. Объединяет их, пожалуй, только немалый стаж врачебной практики. Кстати, Галан Дамбиевич предлагает могилевчанам новейшее антипаразитное средство. Любой препарат, который мы принимаем, этот препарат должен быть зарегистрирован у нас в Республике Беларусь. Существовала такая практика, да, профилактическая дегельминтизация. То есть когда там в садах или в школах или там целые семьи принимали все вместе противогельминтные препараты. Сейчас в настоящее время вот такой практики отходят. То есть назначается препарат сугубо по клиническим показаниям. Уж сколько раз твердили миру, но всегда найдутся те, кто посещают подобные сайты, читают отзывы, веря и, главное, заказывают лекарства, бады, товары и услуги. А как же по-другому возразят активные пользователи интернета, которые даже походы за продуктами в магазин считают мавитоном. Ведь все можно заказать, не выходя из дома. Вот я название статьи забиваю, как говорится, в поисковик и нахожу еще статью. С таким же названием меняется только город. Вместо Могилева здесь стоит город Москва. Гипергидрос, избыточная потливость и так далее. И врач, кстати, другой, Рыков Сергей Владимирович. Смотри, Виталий, этот врач проработал не 36, а 46 лет. У него опыт больше. Ну, Москва все-таки. Доверяй, но проверяй. Этим принципом правоохранители советуют руководствоваться и на просторах инета. Ловить злоумышленников, недобросовестных продавцов, пиарщиков, рекламщиков во всемирной паутине очень сложно. Ввиду того, что необходимо опрашивать, допрашивать, задерживать, разбираться, устанавливать очевидцев, свидетелей, конкретно, значит, лиц, причастных к какому-то преступному деянию. Но часто эти лица проживают либо действуют за рубежом, вне территории Республики Беларусь. В интернете, говорят, наглядно работает закон кармы, мол, за все принятые решения и действия человек несет ответственность самостоятельно. Поэтому даже в суде сложно что-то доказать. Дабы избежать неприятностей, советуют специалисты, перепроверяйте, ищите достоверную информацию на официальных сайтах. Например, в адресной строке для госорганов Беларуси будет указан домен «бай». Редактор субтитров А.Семкин